Я хочу рассказать вирш про то, как Бог может ответить на молитве через нас, детей. Три карамельки. Женька с мальчишками в мячик играл и неудачно на землю упал. Ногу свою повредил он всерьез. Папа сыночка в больницу повез. Врач на коленку недолго смотрел. Женьку в палату отправить велел. Так наш спортсмен оказался в ментах. Весь как аптека, лекарством пропах. И начался у мальчишки прием. Папа и мама, братишка Семен, бабушки, сестры и школы друзья. Все заглянули узнать, как дела. Ну и чтоб как-то от боли отвлечь, Тетя решила для Женьки испечь с вишнями всеми любимый пирог. И привезла карамелик, кулек. Папа же сыну игрушку купил. Робота нового Женьке вручил. На батарейках с лучом из груди и выдвижным колесом позади. Мальчик, не веря, глазам повторял. Я о таком очень долго мечтал. Папу обнял он, о боли забыл. И словно робот ногой шевелил. Позже в палату и врать заглянул. Ну, футболист, вижу, ты не ворчун. Правильно, некогда плакать и ныть. Время пришло понемногу ходить. Женя был рад. Приподнялся, пошел. Выглянул тут же в большой коридор. Там возле стенки мальчишка стоял. Видимо, маму свое ожидал. Женька конфеты с собой прихватил И познакомиться с парнем решил. Поковылял кое-как в коридор. Ну, из-за вьоне спеша разговор. Долго ты здесь? Как попал ты сюда? Ты ждешь, наверное, родителей, да? Мальчик вздохнул и ответил. Привет. Нет, я не жду. И отца с мамой нет. Я сирота. В детском доме живу. Трудно в больнице лежать одному. Здесь у меня нет ни друга, ни книг. Но я не жалуюсь. Я уж привык. А в коридоре так много людей. Здесь я смотрю на врачей, на детей. И на родителей ваших смотрю. Здорово, что ты имеешь семью. Я здесь уже три недели лечусь. И иногда в коридоре молюсь. Женя смутился. Чуть-чуть помолчал. Без пап и без мам он ребят не встречал. Но ободрившись, решил предложить. Будем знакомы. Ты хочешь дружить? Мальчик тот был в доброте удивлен. Тихо ответил. Давай, я Артем. Женька шепнул. Хватит быть одному. И протянул карамель к ему. Долго Артемка на Женьку смотрел. Словно боялся. Но вдруг осмелел. И взяв конфеты, с улыбкой сказал. Значит, сегодня Бог другом не дал. Быстро ответил Господь. Чудеса. А по щеке покатилась слеза. Женька за плечи Артемку обнял. Правильно сделал. А, знаю. Он слышит. Я сам проверял. Только Артем тихо плакал в рукав. Три карамельки. Ладошка зажав. Вечером снова пришла детвора. Женьке чего-то опять нанесла. Позже в палату и папа пришел. Только вот робота он не нашел. Нет ни конфет, ни игрушек, ни книг. Сын же в углу на кровати притих. Папа спросил. Что случилось, сынок? Женька шепнул. Я иначе не мог. Я подарил все Артемке. Прости. Он одинок. У меня же есть ты. Мама. И братик. И тетя. И дед. Бабушки две. У него же их нет. Папа тут Женьку покрепче обнял. Правильно сделал. А я и не знал, что мой сынок может так поступать. Божьим ответом кому-нибудь стать. Знаешь, людей очень мало таких, кто отвечает на нужды других. Этим поступком ты лишь доказал, что Слово Божье не зря изучал. Женька подпрыгнул. Я тоже не знал, что так легко все Артему отдам. Но мне теперь так на сердце тепло. Это так здорово делать добро. Знаю, что робот, пирог, карамель вовсе ему не заменит потерь. Но пусть на время, хоть на пять минут, просто улыбку на щеке вернут. Папа, я так рад, что помог сироте, что смог приблизить кого-то к мечте. Я и друзьям об Артемке сказал, каждый проведать его пожелал. И вот на утро к Артему народ дружно нес книжки, бананы, компот. Даже в окно заглянул серый кот, тот, что живет у больничных ворот. В той суете мало кто понимал, кто за всем этим незримо стоял. Кто в женте просто сиял изнутри, ярче, чем робот с лучом из груди. Аминь.